Здарова всем, друзья! С вами я, мистер Чир, и мы продолжаем карьерку за суховоротом Хелки 20 и наш марафончик. Тут у нас появились некие проблемы. В записи у меня сломался провод от микрофона, поэтому на свой страх и риск сейчас записываю. И в этой серии будет один матч, потому что реально как-то страшновато записывать, вдруг все пойдет по одному месту и не запишется. Поэтому аккуратненько запишем один матчик, и он выйдет сегодня. Так бы вообще ничего не вышло, друзья, поэтому извиняйте, полетели. Ну что, полетели, нужно выполнять задачу тренера. Задача тренера у нас, так сказать, на крополях висит. Ух, какое начало! Какое начало, Дюклэр! Автор первой заброшенной шайбы в этом матче. Надеюсь, последний. 1-0 нам хватит. Нам можно больше не забрасывать, главное не пропускать. И спокойненько довести игру до победы. Напоминаю тем, кто позабыл. У нас задача тренера пропустить всего лишь 4 шайбы за 2 игры, но... Мы уже 4 шайбы пропустили в прошлой встрече. Поэтому сейчас нам пропускать совсем нельзя. Бураковский засейвили. Хорошо. Ткачук забрали. Нужно отдать. Бросок касания неплохо. Ткачук. Дюбе. Бросок. Шайбу засейвили, но... Под свой контроль не забрали. Палат. Силверберг. Силверберг передача. Доната мог сейчас бросать касание, если бы не защитники. Дюбе. Палат. Палат неплохо. Доната! И здесь, конечно же, помешал. Помешал защитник. Не помог, а помешал. Шайба докатилась до палата. Он ее уже в пустые ворота и загонял. А, хотя нет. Бросок-то был нанесен. Это голкипер отбил прям на клюшку палата. Я-то думал, что там защитник выбил. Ну что? 2-0 мы ведем. Неплохо. Нужно сконцентрироваться на обороне. Терри, пас вперед. Хенрик. Хенрик, передача! Ух! Ком-тоа! Забрасывает эту шайбу. Переиграл полностью голкипера. Такое ощущение, что голкипер вообще не хотел на этот матч выходить. И как-то легко переигрывается. Ну что? 3-0. Отличное начало. Если честно, как играют наши ребята, мне нравится. В последних играх показывают хороший уровень игры. Неплохой пас на Тоффали. Тоффали сместился в центр. Передачу! Ну, а... Фуф! Ну, это... Просто шикарно. Мне даже сказать нечего. Если бы они так играли всегда, я думаю, что... Не было бы ни одного поражения у нас. Посмотрите. Передача. Еще одна. Ну и уже, можно сказать. По пустым воротам бросал. Осталось только просто перекинуть... Воротаря. Бараковский легко вкатывает в зону. Отдает Монаха. Ну, передачу! Ну, конечно же. 1-4, друзья. Все-таки мы пропускаем. От Качука. Давайте посмотрим на повторе. Отбили шайбу. Шайба выпала на клюшку Ткачуку. И он уже в пустые ворота эту шайбу загонял. Почему мы не отбили вправо? Отбили прямо на пятак. Провалили мы задачу тренера. Но я не рассчитывал, если честно, на сухарь. Но шайба таки обидная. Палат вкатывает. Можно отдавать на Силверберга. Силверберг не переиграл. Силверберг бросок пытает прямо Хедрика. Передачу на дальний. Он решил бросить в дальний угол. 20 секунд до конца первого периода. Счет 4-1. Если честно, как-то непривычно, что мы с таким отрывом ведем. Но я могу сказать, что это хорошо. Оффсайд. Остался 1 гол до Хедрика. Войдем клеера. Неплохо. Давайте посмотрим, что там по броскам. 5-7 по броскам. Ну, я могу сказать, что... Нужно еще парочку нам по воротам бросить. Чтобы хотя бы на 0-9. По отбитиям. Отдаем. Стил. В дальний угол. Нужен бросок. Дюклеер в ближний угол. Удаление. Две минуты большинства. Можно еще пятую забрасывать. Бросок. Точно угол кипера. Прям в упор. Ребятки атакуют. Атакуют. В меньшинстве. Бросил с острейшего угла. На подборе никого. До НАТО можно отбирать шайбу. Попытаться, по крайней мере. Ну, терять Калгари нечего. Поэтому они и в меньшинстве будут идти в атаку. Силверберг. Убирают шайбу. Куда ты пал отлетишь? Если тут у тебя все игроки в зоне. Видимо, его не учили. То тому, что... Когда игроки за синей линией. То заходить не надо. Дюклеер будет лихать трик. Бросок. Галкипер. Бекланд. Мимо. Видали бросить. Заблокировали. Молодцы. Ничего себе передача верхом. Можно сказать, подача. На голову. 5 на 5 играем. Тоффали. Видали бросить. Шайба доходит до голкипера. Отбиваем. Я так и думал, что эту передачу он сделает. Если отберет шайбу. Так и произошло. Силверберг. Ну, здесь уже не переиграл голкипера. Обычно... В этом матче мы этого голкипера переигрывали. И в этот раз не получилось. Выгонное бросование. Силверберг. Ой-ой-ой. Он не ловит шайбу. Шайба еще выпадает на пятак. Просто не добили. Можно было по пустым воротам бросать. Ровно середина встречи. У нас только что пролетело. Еще столько же играть. Вообще, по нашим воротам, если честно, очень мало бросков. Мы, так сказать, в отпуске сегодня. Но обычно у нас в третьем периоде, да, начинается рубка. Наши ребятки перестают понимать игру. Висей. Вкатил. Будет бросать. Ищет партнера. Кому же отдать? Аккуратно. Тихо. Моя ошибка. Я что-то не доглядел. Будет бросок. Гуля бросала. Бураковский вкатывает в зону. Его остановили. Теряем шайбу в своей зоне. Последние секунды тикают. Я почему-то так и думал. Я почему-то так и думал. Бураковский. Шестой гол в этом сезоне. Ну, вообще ловушка вверх не работает. Мне кажется для... Ну, и вы писали в комментариях, что для бабочки нужна именно, чтобы ловушка была сверху. Не вот на уровне груди, а чтобы она прям вверху держала. Тогда говорят, что они начинают сейвить. Но, увы, мы подобрали не ту. Стойку. Ну что, полетели. Третий период. Девять бросков всего лишь по нашим воротам было нанесено за это. За эти два периода. Ну, последний бросок, блин, но... Все мы знаем, что в этой НХЛ-ке... Да и вообще в предыдущих НХЛ-ках тоже броски в ближний угол залетают на раз-два. Это мы доказываем в карьере за Черепанова. Взяли. Отдаю. Тофали. Неплохо развернул. Сам входит в зону. Тофали полетел на двоих защитников сейчас. Это было опрометчиво. Дюбе. Рейсинг. Рейсинг от Калгари. Но они после второй заброшенной шайбы почувствовали, что они могут навязать борьбу. Что они в третьем периоде и делают. Рейсинг у них хороший. По три, по четыре игрока сразу же налетают. Но владеющего шайбой донату нельзя так терять шайбу спокойно. Хорошо. Силверберг. Сам пошел. Силверберг! С лопатой в ближний угол! Вот это было красиво. Пять-два. Смотрим в повторе. Оп! И с лопаты в ближний угол. Офигеть! Кто мог подумать, что такое залетит сейчас? Тем более от игрока, который считает, что голы это не его. Силверш, там пять голов, да, у него сейчас заброшено. За семь уже. Ууу, ничего себе. Без нас начал забрасывать. Браун. Закрыть угол. Будет бросать! Хорошо сейчас засейвили. Ай-яй-яй-яй-яй! Монахан забрасывает девятый гол в этом сезоне. Давайте посмотрим в повторе на нашу ошибку. Отличные повторы. Вот он, бросок. Накрывается. И вот это вот движение мое перекрыть штангу. Слишком сильно открыли ворота. Я думал, что он бросит в касание. То есть вот шайба прошла и он сразу же бросает. Он принял и... А-а-а! Еще и рикошет. Так бы мимо летело. Но это как обычно, знаете. Все в одну кучу. Все в одну кучу. Дюклеер бросок. Передача. Ну тут уже стил сидит прямо на голкипере. Пас за ворота. Бросок. Вновь приходит на защитников. Вкатывает. Вообще это я выбрасывал как бы шайбу. Но почему-то пошел пас. Я верхом хотел просто из зоны выбросить. Ну что за ошибки? Что за ошибки с Эвием? Удаление под конец. Отлично. Мимо. Пустые ворота. Шесть на четыре мы играем, друзья. Проигрываем бросование. Оббиваем. Дюбе. Засейвили. Дюбе. Выбросить. Хорошо. В пустые ворота. Шайба ворота. У этого ошибка века просто сейчас была в этом матче. Критическая ошибка в Калгаре. Хэммиг забросил. Показывает фаулера. Смотрим повторяем. Перехват. Ну и в пустые ворота здесь осталось только попасть. Хотя возможность была промазать огромное, учитывая по какой траектории эта шайба залетела в ворота. Фух. Продолжим. Пять на четыре. Тридцать восемь секунд. Марун. Бураковский. Ткачук. Тихо. Бураковский. Бросок. Накрыли. Монахан. Второй гол. Вот здесь вот передача. Я думал, что он будет бросать в дальний угол. Но он опять принял и бросил в противоход. То есть в ближний угол. Я направлялся на дальнюю штангу. Он бросил в ближний угол. Опять же пятак пустой. Такие моменты. Мимо. Не дадим забросить. Победа. Сложная какая-то победа, если честно. Опять четыре шаймы пропустили. Что у нас там по броскам? 18-20. Ну, блин. Капец, конечно. Завершаем игру, друзья. Надеюсь, что со звуком все хорошо. Никаких помех не было. Потому что перед этим я тестировал. Помехи были. Надеюсь, что вот сейчас как микрофон стоит, все держится и все хорошо. еще раз извиняюсь перед вами за то, что будет один матч в этой серии. Может быть следующее завтра, да, получается. у нас будет с вами возможность три матча вам выложить. Ну, посмотрим. Посмотрим, друзья. Увидимся с вами уже завтра. Всем спасибо за просмотр. Извиняюсь за то, что нету стримов. Если честно, я хотел сегодня постримить. Надеюсь, что если найду возможность быстренько где-то приобрести себе этот провод, то стримчик будет. Всем спасибо, друзья. Пока.